Российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 за вознаграждение, по свежей появившейся информации. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину, предложив хорошие деньги за технику. Ми-8 совершал рейс между двумя авиабазами, и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30. Вместе с пилотом, на борту были два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле они летят. Российский вертолет сел в селе Полтава Харьковской области. Вертолет и запчасти к истребителям, сейчас находятся в Украине. Пилот заранее вывез свою семью из страны, и сейчас находится в безопасности, и с полным мешком денег. Россияне крайне боятся признавать, что произошел первый зарегистрированный случай продажи боевой техники российскими военнослужащими. А за вертолет мы готовы платить 500 тысяч долларов. Я напомню, что кроме денежной награды, за переданную военную технику, российские военные получают вертолет, сохранение в тайне факта передачи, получение новых документов, безопасность нахождения в Украине, а также создаются условия для выезда в третью безопасную страну. То есть российский экипаж вертолета, сейчас с мешком долларов, и с новыми документами, шикует где-то в отеле со всеми удобствами, возможно уже за границей. Им больше не нужно воевать, они обманули систему, и вышли из нее победителями. А Украина получила боевой вертолет, который сможет использовать в своих целях. Россияне сейчас будут разгонять утку, что их пилоты погибли или ранены, и что их якобы будут пытаться выменить. Но они живые, здоровые, и в полном шоколаде. Я напомню, что Украина гарантирует безопасность всем, кто готов сдавать российские самолеты или вертолеты. А прайс там очень вкусный, к примеру, за самолет можно получить миллион долларов. Я удивляюсь, как российские пилоты до сих пор не поздавали все свои борта. Могли бы отдыхать где-нибудь на Гавайях, попивая коктейли. Разумеется, что принимаются все меры безопасности, чтобы не произошло обмана.